Ржевский Кирилл представляет Приветствую зрителей ютуба и моих подписчиков, с вами снова я Кирилл Ржевский И это седьмой видео урок о том, как настроить интернет после установки, или же переустановки, или же перехода на новую систему То есть после переустановки Windows, как настроить интернет Так как многие мне пишут в комментариях, что типа вот я переустановил интернет и у меня не работает, ой я, то есть извиняюсь То есть мне пишут в комментариях, что типа я переустановил Windows и у меня не работает интернет То есть мне пишут вот такого рода комментарии под моим видео уроком, как установить Windows 7, 64 битную систему И, собственно говоря, когда я ее устанавливал, у меня все работало. То есть я переустановил систему, переустановил, и у меня, собственно говоря, интернет работал сразу. Но с тех пор, как я стал видеть очень часто комментарии, что люди переходят на новую систему, и у них перестает работать интернет. И, собственно, я решил показать, что же, собственно, сделать, чтобы интернет стал работать. Как я уже писал многим пользователям, которые мне задавали этот вопрос в комментариях, что, мол, у кого-то он работает сразу после переустановки, у кого-то он не работает. И сейчас я покажу этот видеоурок для тех, у кого не работает интернет, и как его настроить после переустановки Windows 7. Итак, значит, это довольно-таки просто. Просто все делайте, как у меня, ребята. Так что вот у нас интернет. У вас тут, скорее всего, будет либо красненький крестик стоять, либо желтенький треугольник. И не суть. Просто нажимаем «Центр управления сетями и общим доступом». Значит, тут, в этой строке, в этой рамке ищем «Настройка нового подключения или сети». Нажимаем. Вот, у нас даже выделено синим цветом подключение к интернету. Беспроводное, скоростное или телефонное подключение к интернету. Но это пишется в зависимости от того, какой у вас интернет. Беспроводное, там модемный или же проводной или высокоскоростной. Просто нажимаем. Ничего не трогаем. Просто нажимаем вот сюда и нажимаем «Далее». Дальше. Так как у меня уже интернет установлен, у меня тут написано «Поступить к обзору интернета» или же «Сделать новое подключение». У вас тут не будет такой рамки. У вас тут будет сразу же вот это. У вас будут вот эти два выбора. Вы нажимаете «Высокоскоростное подключение с PPPOE». И вот. Вот это самое главное окно. Тут самое-самое главное. Итак, ребятки. Значит, имя пользователя. И тут, когда вы перешли к этому пункту, вы должны достать свой документ по интернету, который у вас есть, с помощью которого вы подключали интернет. И посмотреть логин и пароль пользователя. И в имени пользователя ввести логин. Я его вводить не буду, потому что у каждого он будет свой. Ёпта. И в пароле ввести пароль. Логично. От поставщика услуг, то есть от интернета. То есть просто ищите документ с интернетом и вводите логин и пароль. У вас он там должен быть по-любому отмечен. Дальше. Когда написали логин. И проверьте правильность написанного. И когда написали логин и пароль, отображать вводимые знаки. Это мы не ставим галочку. Запомнить этот пароль мы здесь ставим галочку. Итак, тут мы ничего не трогаем. И если помимо вас кто-то еще пользуется интернетом на одном компьютере, то вы ставите здесь галочку. Если же вы пользуетесь в одиночку, то есть один или одна, то тогда вы галочку не ставите. И нажимаете подключить. Но я это нажимать не буду, потому что у меня уже интернет подключен. Но я покажу, что у вас примерно будет на примере скриншотов. Когда вы должны будете подключить, у вас появится вот такая вот рамочка. Подключение через... Ну, у вас будет какой-то там другой интернет. Тут такой, у вас будет какой-то там другой. Ну, может, у вас будет и такой же. И все. Собственно говоря, вот это финальная стадия. Когда у вас пройдет эта зелененькая змейка, то у вас уже должен интернет заработать. Это гарантия, ребята. Это гарантия. Если же у вас он не заработал, значит проблема у вас с правильностью введения данных. Так что либо перепроверяйте логин и пароль, либо перепроверяйте документ. Если же у вас снова вводится и имя, и пароль неправильно, то тогда звоните поставщику услуг и уточняйте пароль там, по телефону. То есть вот, собственно, такая небольшая процедура. Я раньше не вдавался в подробности, что это нужно, стоит этот видеоурок сделать. Но, и вообще я говорил в прошлой серии, что этот видеоурок, как бы, ну, что прошлый видеоурок, шестой, будет последним в линейке о Windows. То есть о 64-битной системе. Нет, оказывается, это тоже будет последний. Хотя, кто его знает, кто его знает. Ну что же, да, ребята, хочу сказать, что давно я не выпускал вообще никаких видео. И вот он, этот видеоурок вышел сегодня какой-то 3 октября, а мой последний видеоурок вышел вообще еще 29 июля. Так что вот такие вот дела. Ну что же, надеюсь, вам это видео было полезно. Надеюсь, вы теперь поняли, как подключить интернет после переоставки Windows. Ну что, с вами был Кирилл Ижевский. Надеюсь, вам это видео было полезно. Извиняюсь, что повторяюсь. Все. С вами был канал Кирилл Ижевский. И сам я, Кирилл Ижевский. Надеюсь, что увидимся в следующем видеороликах и моих видеоуроках. Ну что же, удачи. Удачи зрителей, удачи подписчики. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok